к сыгранем немножко вот есть разница да на медленной скорости играл реп и потом стал на обычно играть где-то с 50 что ли года тут пройдено сколько записано 17 записи там по полтора часа по часу 275 год и здесь на обычный начал и на быстрый потом включил здесь уже 36 год здесь пустая галактика науч-машина поиграем пустая и мне чисто интересно заниматься исследованием так раскопочки насколько я помню на также на быструю поставлю совете что-то так блага блага надо вообще машинам о карты неизвестно это надо так флот я возвращаться отправил что какой-то слабый почему-то три корабля отображает а куда делись корабли чё-то я не вкурил где-то их кто-то убит что ли так флотилии было же 1010 почему-то ну ладно пропустил и этот момент не знаю хрен с ним так раскопочки почему нет приказов в раскопки станцию так сельских районов у нас нет все по районам не забил я немного не понял а в чем минералы предел минералов так что построен тогда сплава литейные заводы так минералы в пылинке минералы в кристаллы пускай будет и в газы будет расход хотя бы когда подрастет население так это у просто единство производит и вообще минеральное что это лимит для планеты принципе надо все пока технологию пока не изучил так какой-то там контакт каким-то мел бы там не знаю интересно еще находить миры какие-то идеальные или реликтовые классные надеюсь никакой средней игры кризис сложного какого-то не будет не застанет мне ничего врасплох буду брать только системы с раскопками с нитями и с какими-то интересными планетами и там посмотрим во что это вы выльется все обломки роботов вся поверхность этого маленького астероида покрыт обломками роботов так при ближайшем рассмотрении оказалось что разбитые андроиды найденные на поверхности планеты 432 икс принадлежат к двум различным культурам с технологической точки зрения они должны быть должно быть находились примерно на одном уровне когда были еще работоспособны но есть множество мелких отличий указывающих на разных производителей в принципе незачем следить по посмотрю попялись в это окно платили атом пока долетит отремонтируется наверно 10 процентов шанс прорыва музыка конечно божественная в игре 30 процентов уже похоже на что то где у него указывается навык археолога протоколы ветеранская черта так что-то с контактом там даем ее и янки настройка чистоты влияния мирные левиафаны вот она них все равно было чистым убытком отлично 50 процентов не похоже что планета 432 икс была просто свалкой для сломавшихся андроидов возможно тихо возможно она выполняла роль настоящего поля боя где они были уничтожены множество слоев обломков указывает на серию очень напряженных сражений которые периодически имели здесь место без малого два века вопрос по какой именно причине две межзвездные державы тратили такие огромные ресурсы на масштабную наземную войну на маленьком непримечательном астероиде остается без ответа вот что с кораблями не понимаю усилить усилить и улучшить но по 2 производится это у нас что корветы корветы так раскопки договор наши археологи узнали что после долгой и жестокой войны два государства населявшие этот уголок галактики примерно 200 тысяч лет назад подписали договор принуждающий их решать все будущие разногласия при помощи организованных и строго регламентируемых боевых действий между армиями роботов местом проведения таких сражений была выбрана планета 432х похоже этот договор соблюдался в течение почти двух столетий что неоднократно предотвращало начало вооруженных столкновений пока одно из государств не поймали на жульничестве так исследование макробатареи классно а что раскопки завершены понятно важно две частички артефактов так я думаю звездные действия отлично я думаю три вот этих аномалий под изучим сейчас отлично так физика но это надо брать как появится сейчас построим здесь здесь в принципе еще и планетка есть пока колонизировать неохота древние укрытия планета головья 3 в системе головья сплошь покрыта руинами по всей видимости это следы древней империи затерявшийся в веках заинтересовавшие нас подземные сооружения по возрасту не уступают руинам однако сохранились гораздо лучше ультразвуковое сканирование выявило существование здесь огромного подземного комплекса состоящего из складов и укрытий способных выдерживать стихийные бедствия разрушения на поверхности вне всяких сомнений вызваны космическими бурями они же объясняют и необходимость укрытий однако подробнее узнать о судьбе планеты нам мешают многочисленные обломки здесь нужно устроить полноценные раскопки раскопки это надо корпус быстренько строим тогда так кто у нас супер босс скорости реформирования навык археолога так этому копать и и Ну, после раскопок и аномалии будем делать Че их там, две штуки осталось А быстро, кстати, он аномалию щелкнул Какой у него там уровень, пятый всего? Так, че у нас на столице? О, улучшение Так, раскопочки почитаем Долгий путь к гибели Под двумя рухнувшими башнями на пути к убежищу Мы обнаружили небольшую расщелину Через нее на поверхность пробивался неяркий свет Отработавших внизу механизмов Эта расщелина будет нашей опорной точкой Здесь научные модули начнут составлять план комплекса А заодно искать способ проникнуть внутрь Не повредив хрупкие сооружения Руины, которыми усыпаны окрестности Несут на себе явные признаки воздействия космической бури Что любопытно, мы не обнаружили никаких попыток со стороны горожан Как-то защититься от шторма Они будто решили продержаться в этих условиях Сколько смогут и лишь затем Спешно эвакуироваться Возможно, подробности мы найдем Под поврежденной поверхностью планеты Головья-3 Так, какую следующую выбрать программу? Так, негативные черты Когнитивный прирост опыта Это интересно, наверное, пускай будет прокачиваться О, апгрейд базы Со звездного порта до бастиона Большой приличный мир, кстати, 23 клетки Да уж, ячеек совсем не осталось Так, раскопки Под башнями После того, как мы вычистили пыль и убрали многослойные завалы Расщелина под башнями стала достаточно широкой Чтобы научные модули смогли попасть в укрытие В подземном комплексе, незамысловатом и утилитарном Мы обнаружили множество боковых комнат Преимущественно пустых Такая незамысловатость даже подозрительна Комплекс определенно строился в качестве убежища Однако он недостаточно крепок, чтобы выдержать космическую бурю Стены его слишком тонкие И легко могут разрушиться Потолки и полы ничем не укреплены Тот факт, что это убежище сохранилось Можно объяснить лишь случайностью От полного уничтожения его спасло лишь наличие двух башен Наверху и оползень В результате которого весь комплекс сместился Однако оказалось, что свет Замеченный нами на поверхности испускала Сбоящая система сигнализации Чуть поодаль мы обнаружили Несколько еще работающих терминалов Похоже у нас есть уникальная возможность узнать Больше о прежних владельцах комплекса И обо всем произошедшем Так, может быть армии Так, они что-то автоматически строятся Сколько их тут у нас Первая, вторая От чего это зависит, интересно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, раскопки читаем Древние записи Добраться до терминалов оказалось куда сложнее, чем мы предполагали Путь нам перегородили обвалы Некоторые из них совсем новые По всей видимости убежище было в аварийном состоянии Рекомендуется соблюдать осторожность К сожалению Древние машины не дали нам Запросто узнать все секреты Обнаруженные там данные Записаны на давно забытом языке Единственная надежда Записи межгалактических переговоров Предыдущие владельцы Не посчитали нужным удалить их Сопоставив записи С содержимым Других носителей информации Найденных в убежище Мы сможем в общих чертах Перевести написанное Кроме того Можно изучить и другие комнаты Пока убежище не рухнуло окончательно Так, осторожно Или Ускорить Пускай осторожно действует Че, а то помрет еще Продолжение следует... Так, страхование активов Комнаты и помещения Расположенные ниже Оказались не такими уж и пустыми Снизу доверху Они заставлены коробками с товарами Которые упакованы И уложены одинаково аккуратно Переведя надписи на коробках Мы поняли, что внутри Необработанные материалы И недоделанные электротехнические детали Ничего жизненно важного тут нет В переведенном нами списке Заодно указано количество предметов И прогноз потенциальной прибыли После продажи их В так называемой Интергалактической сети Справедливой торговли Сокращенно и ССТ Все, что касается торговли Сделок и номенклатурных перечней С большой тщательностью Было описано невероятно живым И восторженным языком Похоже, даже название Исчезнувшей цивилизации Подчеркивало Занятие торговли И ее представители Называли себя Истианскими торговцами Убежище не предназначалось Для жителей По сути, это огромный товарный склад Тогда почему убежище Не способны выдержать бурю? Если мы Переведем что-то еще Возможно, станет понятнее Но времени мало Над головой Уже раздается Угрожающий треск Так, проявить осторожность Данные А то, мне кажется Ученый помрет Если какие-то данные Давай осторожность Будем проявлять Так, минералов Много у нас, да? Так, купить Минералы Я вот не понимаю Как эта штука работает Вообще Ничего не объясняется Макс цена Опт Количество 10 Цена Чего? Количество Продать Купить Купить Минералы Нет, нам надо Продать Минералы Допустим Допустим Не знаю 10 Ничего вообще Не понимаю Полная чушь Какая-то Непонятно Как торговать Убить Убить Продать Минералы Наверное За Никаких объяснений Нету Не знаю Пускай 10 на 10 Что ли Меняется Так 30 Так Купить 30 Как это Сработает Пока Непонятно Ничего Так Улучшить Пускай Улучшается Слишком Низкая Цена Она Вообще Происходит Торговля Это Или Нет Не знаю Не знаю Вот Самое Тупое Что Непонятное Прям Хоть бы Как-то Это Разживали Как-то Торговлю То Организовывать Ладно Сделаем По-простому Так Так Сейчас Будут Новости В Раскопках Так Раскопки Завершены Читаем Что там Получилось Скрип и Скрежет Стали Громче Однако Переводчики Продолжают Расшифровывать Записи Из убежища На планете Головье 3 Залежи Товаров Оказались Достаточно Бесполезными В качестве Источника Информации В отличии От еще Работающих Терминалов Зашифрованные Координаты Указывают На месторасположение Некого Сверхмощного Устройства Которое Находится На ближайшей Планете Насколько Мы поняли Оно способно Управлять Космическими Бурями Если Это правда Его потенциал Невероятно Велик Однако Убежище Грозит Рухнуть Нам на голову В любой момент Передав Копию Координат На корабль Ждущий На орбите Мы покинули Помещение Вопросов Еще много Но исследование Продолжается Расшифровать Координаты Ну конечно Надо расшифровывать Так А где Объект Подожди Объект В журнале Наверное Так Расшифровать Координаты Исследуем Координата Координат Расшифровать Координат Координат так по модулям что поставить надо подумать нужна ли нам энергия я думаю пока не особо хотя можно в принципе поставить стояночное место вместимость флотилии дает вам тоже она пока не надо платформы от ангарного отсека идет и от этих от батарей тоже платформы прибавляются стояночное место давай сеть солнечных батарей поставим у нас еще бункера и что мы можем еще поставить стоимость корабля содержание так начальный опыт кораблей наверное это интересно транзитные узел давай симуляторы поставим потом снести можно если чё так щедрая система цепочка с обычной событий предыдущие истианские торговцы к счастью наши ученые научные модули успели выбраться из убежища на планете голове 3 пока она не рухнула окончательно с собой они забрали зашифрованные координаты мы восстановили данные и выяснили что они указывают на три разные точки z3 1 z32 z33 более внимательное изучение показывает что каждая планета играла критически важную роль для организованной сети истианских торговцев настолько что на планете голове 3 они построили убежище где хранились эти данные ого зитра это вот эта система но надо изучать ее и аж три места раскопок координаты а координаты b координаты чего и координаты b и в а было вот по порядку и пойдем для начала мы конечно систему изучим зитру это здесь там никого нет пустынный мир так это у нас кто чиновник управляет губернатор планеты использования благ наверное это и возьмем так надо строить пропуст потом все это не изученная все стоит ждет чтобы вы изучили огромная галактика конечно это если здесь 5 не 6 и не не Коричневый карлик. Предел управляемости флотилии. Это интересная штука. Продолжение следует... Так, это у нас где? В правительстве все. Узел роста. Терраформирование. Уберем терраформирование. Легион страж. Боевые знания пригодятся, наверное, в будущем. Так, а регуляторный у нас что делает? Влияние. Развед данные. Пускай влияние будет. Разлом в пространстве. Так, берем исследование. Разлом это отлично. Так, раскопочки, значит. Узи 3.1, наверное, начнем. Координаты А. Колонизированная планета. Одна из трех пар координат, обнаруженных в древнем убежище, привела нас на планету Зи 3.1. По масштабу руин на ее поверхности можно предположить, что когда-то здесь были огромные города. Вероятнее всего, много веков назад здесь жили обычные граждане государства истянских торговцев. До сих пор не ясно, почему кто-то сохранил в компьютере убежища координаты, указывающие на эту планету. Так, это кто у нас? Ну, адмирал, конечно, раз он летает у нас. Так, совет какой-то выбрать. Блага. Ну, единство возьмем. Никогда не лишнее. Так, сплавы у нас уперлись в потолок. Что с этим делать? Ну, наверное, сейчас вот посмотрим. Так, у нас появился эсминец и крейсер. Нет, не то. Так, почему я убрал? Ну, это вообще минус анол, да? Давай эсминец и крейсер. По десятке тоже. О, пускай строится. И улучшение. Так, религиозное предназначение. От городов планеты Зитри-1 почти ничего не осталось. Брошенные сооружения, которыми покрыта ее поверхность до самого горизонта, оказались бессильны перед временем и беспощадными бурями. Особенности того, что осталось от этой впечатляющей архитектуры, схожей с увиденным нами на планете Головье-3. Эти здания тоже никак не подготовлены к катаклизмам, даже несмотря на многочисленные свидетельства мощи бурь. Масштабы разрушений таковы, что найти здесь что-либо полезное будет очень сложно. Но хочется надеяться, что возможно. Наши научные модули определили три наиболее интересных для нас объекта, расположенных около места посадки. Относительно нетронутые муниципальные сооружения, некий храм и огромную центральную площадь. Возможно, там нам удастся раскрыть секреты истианских торговцев. Население тут у нас приличное. Как заполнится планета? Что там? 68 вместимость. Супер ученый. Так, ну протоколы безопасности, конечно, берем. 6 уровень. А какой там максимальный? 8? Или 10? 10? Так, когнитивный. Аккумулятор. Указы. Гениальность. Может гениальность взять? Так, ну 70% точно прорыв. Эпицентр экономики. К заинтересовавшим нас объектом мы отправились сразу несколько... Отправили сразу несколько отрядов. Муниципальные сооружения и площадь оказались любопытными, но мало полезными, разве что для изучения культурных и архитектурных особенностей. По-настоящему пристального внимания заслуживал только храм. За его почти рассыпавшимся фасадом скрывался просторный зал. Он весь был уставлен терминалами так, что техника выстраивалась в концентрические круги. Всего мы насчитали 521 устройство. В центре мы обнаружили впечатляющую и действующую модель окружающей звездной системы. Ее высокочувствительные нанокомпоненты настроены на взаимодействие с электромагнитным полем планеты. Несмотря на свой огромный возраст, модель достаточно точно отображает расположение местных небесных тел. У ее круглого основания расположен интерфейс, видимый из любой точки зала. На нем навеки отпечатались списки коммерческих организаций и стоимость различных акций. Здесь не поклонялись богам. Когда-то это был торговый узел, совмещенный с биржей и ССТ. Логично предположить, что в храме можно обнаружить ценные данные. Теперь нужно их найти. Так, а что мы еще можем построить? Посты, стражи, склад, жилье есть в принципе. А переработка ресурсов это у нас что? Так, буря нам неинтересна. Пускай будет. Цитадель, ресурсы. Не знаю, ставить нет. О, научные комплексы. О, у нас. Что мы будем на энергию покупать? Ну, наверное, редкие ресурсы. Так, тысячу закупим. И дальше сидим. Так, закончились, видать, раскопки. Справочник. Изучив помещение вдоль и поперек, мы пришли к выводу, что торговый узел на планете Z3 1 совершенно пуст. Терминалы не работают и, несмотря на списки, нет никакой возможности извлечь информацию о сделках. Все, что осталось, это мертвое изображение, навсегда застывшее на экране. Однако в контейнере, запрятанном далеко в углу, мы обнаружили нечто вроде инструкции по эксплуатации. Надписи, расшифрованные на планете Головье 3, стали для нас ключом к переводу, и мы смогли в общих чертах понять написанное. Это были инструкции по работе с терминалами, настройке модели звездной системы и обращению с устройством под названием секторальный колебательный ограничитель. Управление, наведение и запуск этой машины расписаны очень подробно. Наверное, об этом устройстве и говорили записи, обнаруженные в убежище. Это означает, что мы приблизились к разгадке замысла истианских торговцев и, возможно, даже приспособлению таинственного механизма под наши нужды. Отлично. Так, теперь надо вторую планету раскапывать. Так, тут что-то не достроилось крейсер. А, предел управляемости, что ли? 80 из 80. Так, а сколько у нас крейсер занимает? 4. Так, должно быть, значит, 104. Предел управляемости. Вместимости-то у нас хватает. Вместимости флотилии. Ждать пока прокачается, наверное. Что же нам? Ой. Что я сделал? А, подожди, это же строится. Так, раскопки. Эффективное производство. Поверхность планеты Зи-3-2 была едва видна. Над заводами до сих пор витал густой смог. Производственные зоны сильно пострадали от космических бурь. По земле протянулись огромные расщелины, исполосовавшие однообразный промышленный пейзаж. В одну из таких расщелин мы и посадили корабль. Судя по всему, никто даже не пытался разобрать навсегда остановившиеся заводы. Их просто бросили, причем не только сами сооружения, но и сырье для производства. Изучив все это, мы, вероятно, поймем, какую роль играла планета в жизни древней торговой цивилизации. Кроме того, здесь мы могли бы узнать подробнее, для чего нужна загадочная машина, о которой говорят записи планеты Головье-3. Так, звездных нитей у нас 500. Одевать их, конечно, нет. А вот, на физику можно. Так, реликвия у нас на чё? Связь. Планетарное решение. Ну-ка. Ну, поставим. А на сколько она? 10 лет. Планетарное решение. Ну-ка. Ну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наверное так Так, раскопки Перевозка опасных материалов По результатам первичного анализа стало ясно, что химический состав промышленных материалов с планеты Z3-2 крайне нестабилен. Сами по себе они не имели предназначения, перед нами всего лишь составные компоненты, которые система конвейерных лент перевозила к центральному хранилищу. Судя по выгоревшей почве, отсюда постоянно отправлялись межпланетные рейсы, но куда именно перевозили продукцию? Скорее всего куда-то недалеко. Летучие вещества требуют осторожности. По близости мы обнаружили несколько транспортных контейнеров. Кто-то явно постарался надежно упаковать содержимое. На это указывают стершиеся этикетки. Разобрать удалось только два слова. Особо опасно. Сложная ситуация. Надеюсь, не взорвется мой ученый. А то будет печально. Так, когнитивный узел. Гениальность. Так, разломы мы пока исследовать не можем. Что печально, конечно. Долго все-таки раскопки проходят. Ничего. О! Недостающее звено. Наши ученые, научные модули, быстро вскрыли контейнеры. Далеко не все из них были тщательно запечатаны. Вскрытие первого контейнера сопровождалось сильным свистом. Заработала внутренняя камера с управляемым микроклиматом. На мгновение нас охватила паника. Что если содержимое дестабилизируется. К счастью, оно оказалось нетронутым. При более внимательном осмотре мы обнаружили механическую деталь. Невероятно искусную и размещенную крайне аккуратно. Внутри нее находилось некоторое количество заводского летучего вещества. Деталь показалась нам знакомой. Мы сразу же сравнили ее с изображением из инструкции, найденной на планете Z3-1. Сложная деталь в контейнере – это критически важный компонент секторального колебательного ограничителя. Мы приняли решение взять деталь на корабль и изучить ее более тщательно. Наши научные модули и так проводят слишком много времени на этой недружелюбной планете. Отлично. Последняя планета раскапывается. Так, 4000 мы в принципе хлопнуть его можем, наверное. Но надо нам это или нет? Пока не будем шевелиться, пускай раскапывают. Так, какие у нас тут планеты? 23, вот это мощный мир в принципе. Так, смотрим. Бесконечные и неудержимые. Поверхность планеты Z3-3 терзают нескончаемые снежные вихри. А под заснеженной почвой нас ждало еще одно неприятное открытие. Пыль и прах. Десятки и сотни слоев. Вот все, что осталось от прежних обитателей этого мира. Здесь в огромной усыпальнице покоятся миллионы некогда живых организмов, умерших одновременно. Их гибель была поистине массовой. Когда разрушилась среда обитания, атмосфера стала постепенно истончаться, и начался ледниковый период, превративший планету Z3-3 в огромную пустошь. Если здесь и есть ответы, то искать их надо не на поверхности. Там нет ничего, кроме снега и бесконечных пластов льда. Наши научные модули советуют двигаться вглубь. Так, я думаю колонизировать планету и науку там строить. Че там приспособленность? Пускай будет такой научный отдаленный уголок. Какую-то выбрать для исследования. Так, прирост опыта. Ну пускай какой-нибудь узел там изучается. Так, раскопки читаем. Живые корни. Надев защитное снаряжение и спустив с корабля тяжелую морозоустойчивую технику, наши научные модули приступили к простому, но утомительному процессу снятия слоев снега и мелкой пыли. Через некоторое время они обнаружили нечто странное под поверхностью планеты. Протянулись, охватывая немалую ее часть. Длинные каналы. Нам они показались чем-то похожим на корни. Внутри этих каналов мы нашли иссохшие останки самых разных организмов. От флоры до фауны, плохо поддающиеся классификации. Корни жадно втягивали все, до чего могли дотянуться. Захватив добычу с поверхности, они каким-то образом сжимались и перетирали органику между каменистыми стенами, извлекая питательные вещества. Отслужившие свои оболочки затем переносились куда-то, словно перевариваемая пища. Извергаемая корнями пыль за это время успела покрыть немалую часть планеты Зи-33. Возникает вопрос, кого или что кормили эти каналы. Может быть, я так думаю, флот стоит подвезти туда на всякий случай. А то вдруг вылезет какой-нибудь монстр. Вот так. Так, что у нас улучшения пока нет. Колониальный строится. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что еще строить? поставим центр этот цикадель не знаю ставить нет о супер компьютер это надо так может центр переработки ресурсов убрать а поставим вот археоисследования и и и супер компьютер так новую колонию молодцы и и Ооо, из вершины раскопки. Машины былых времен. Подземные каналы протянулись на десятки километров. Чем дальше пробирались научные модули, тем плотнее сходились каменистые желоба, соединялись воедино они на одной из последних гор, сохранившихся на поверхности планеты Z33. На самой вершине горы мы обнаружили плато явно искусственного происхождения, а на нем три огромных аппарата, равно удаленных друг от друга. Скорее всего здесь разместили истианские торговцы, поскольку язык, обозначение на корпусе и сама конструкция показались нам уже знакомыми. Несмотря на солидный возраст и открытость к беспощадным ветрам, аппараты находятся в превосходном состоянии. Нет никаких сомнений, что перед нами устройства, упомянутые в записях планеты Головья-3, а заодно и в инструкции, которые мы обнаружили на планете Z3-1, там эти устройства названы секторальными колебательными ограничителями. Осталось лишь установить деталь, которую мы забрали с планеты Z3-2 и понадеяться, что эта техника еще работает. Лишь тогда нам станет понятно ее предназначение. Как бы то ни было, мы нашли искомое еще немного и мы совершим великое открытие. Так, мне кажется там подвох какой-то есть. Так, журнал. Ну давай, следуем. Продолжение следует... Продолжение следует... Все три устройства мгновенно пробудились. Они зарокотали и оглушительно завибрировали, сотрясая плато, на котором стояли. В воздух поднялись облака снега и пыли. Раздался треск, будто ударила молния, и научный модуль мгновенно испарился. Продолжение следует... Таким образом, планета Z33 открыла нам свою тайну. Каналы, ведущие к устройствам, это топливные магистрали, которые питают агрегаты, собранные вокруг биоматерией. Вот почему на планете погибла жизнь. Теперь секторальные колебательные ограничители работают на полной мощности. Топлива хватит на одно применение. Остается лишь нажать кнопку. Так... Так... Буря пыли... Не, мне сейчас бурю никакую не охота. Исследование-то, конечно, круто. Поле отражения космической бури... Не будем нажимать, наверное. Пускай так остается все. Так, поехали, наверное, аномалию изучим. Как она там называется? Странные показания. Надеюсь, никто не помрет. Так, здесь базу делаем по-любому. Так, мне кажется, сколько у нас максимум тут? 68. О деятельности, 9. Ну, не знаю. Ладно. Так, может сохраниться от греха подальше. А то вдруг помрет. Поющая планета. Надеюсь, ничего страшного. Планета испускает сигналы, которые наши дронные разведчики первоначально определили, как имеющие искусственное происхождение. Более тщательное изучение показало, что эти сигналы всего лишь природное явление, вызванное необычными, но безвредными магнитными волнами. Это открытие не принесет коллективу немедленной пользы, но благодаря уникальности этих волн, их изучение может помочь науке в долгосрочной перспективе. Так, тогда сюда. Предтечи. Обнаружены останки. Не понял. Мы раскрыли тайну секторальных колебательных ограничителей, но судьба истианских торговцев по-прежнему покрыта мраком. Впрочем, после тщательного анализа всей известной нам информации, многое стало понятно. Судя по хроникам коммерческой деятельности, найденным на планете Z3-1, этот народ придерживался эголитаристских взглядов. В пользу такого вывода говорят свидетельства высокого уровня жизни. В том числе оставшиеся на планете многочисленные роскошные сооружения, комфортная и изобильная жизнь была доступна почти каждому истианцу, вне зависимости от его профессии, социального положения или происхождения. На планете Z3-2 нашлись реестры, указывающие на предназначение заводов. Они не выпускали конечную продукцию. Производство было встроено в более масштабные цепочки, существовавшие исключительно ради поддержания изобилия в огромном истианском государстве. Равномерное распределение благ требовало огромных расходов как материалов, так и пищи. Все это воспроизводилось с немыслимой скоростью. Секторальные колебательные ограничители, найденные на планете Z3-3, тоже помогали приподнять завесу тайны перед тем, как окончательно пришли в негодность. Их предназначение осталось непонятным. Однако, мы успели перехватить информационный сигнал. На что бы ни были направлены ограничители, оно явно не было способно передвигаться свободно. Наши научные модули советуют внимательно осмотреть близлежащие сектора. Возможно, там найдется ответ. На что были направлены ограничители. Наверное, что-то с бурей. Так. Раскопка появилась. Причем планета хорошая, надо строить там корпост. Так, давай, для роста поселения нам надо сразу строить... Как он называется? Вот машиностроительный завод. Прямо сразу. Жилья нету, а завод у нас дает жилье? Нет. Значит, сразу городской район. И это у нас что? Науку тут надо строить. Рапост. Так, аномалий, надеюсь, не страшная. Излучающий астероид. Так, давай, сохраним. Ну, да там две аномалии. Так. 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 противозаконные действия корабль учмаш обнаружил в глубок в глубоком кратере на поверхности астероида подозрительное техническое оборудование очевидно кто-то успешно воспользовался довольно простыми средствами чтобы стабилизировать одностороннюю червоточину ведущий ученый супер ученый предположил что строит является точкой выхода другой конец открывается в какой-то неизведанной части космоса нескольких световых годах от черной дыры и сквозь червоточину в малых количествах просачивается темная материя чьих бы рук не было это дело они похоже забросили его сна рождения темной материи круто отлично в принципе уровень ученого у нас 6 так что уже я думаю сложных аномалий не найдется вверх это низ когда корабль учмаш науч корабль пролетел сквозь пояс астероидов на пути к планете пт р е л в 4 он испытал как докладывает ведущий ученый супер ученый несколько внезапных гравитационных смещений из любопытства супер ученый решила отправить несколько зондов чтобы просканировать мусорное поле и определить причину выяснилось что в случившемся виноваты древние генераторы гравитации инопланетного происхождения их источники энергии на последнем издыхании но в связи с инвертированной полярностью они продолжают время от времени создавать обратную гравитацию в ближайшем космическом вакууме хотя их силы недостаточно для того чтобы нанести какой-либо серьезный вред уже недостаточно ведущий ученый супер ученый выдвинул теорию что когда-то эти генераторы обеспечивали искусственную гравитацию для большого астероида в поясе но из-за какой-то поломки его в конце концов разорвало на части так это все ты говоришь так но я думаю нам надо дальше системки изучать нет а мы тут остановились так ну давай куда давай вот эту изучим а подожди у нас раскопки появились источник распространения в памяти пульта управления секторальным колебательными ограничителями был сохранен информационный сигнал не без труда скопировав его через какое-то время мы смогли найти точно такой же этот след привел нас на необитаемую планету пора выяснить на что и зачем христианские торговцы наводили свои устройства так под толщий волн колонисты на планете первая ночь планета регулярно исследуют ее в надежде найти больше ресурсов для повседневной жизни недавняя экспедиция на северный полюс обнаружила большой объект на дне океана инопланетный боевой крейсер добраться до корабля возможно хотя из-за давления на глубине это может оказаться трудной задачей классно так как то его доставать будет ученый нет наверное здесь проект о давай пускай а это что разлом в пространстве это видать появится технология так ну и соответственно научной лаборатории там начнем клепать это у нас кто когнитивный что у нас ветеранские черты так вычислительная техника терраформирования 2 терраформирования будем прикалываться так улучшаем сейчас чуть построим там ладно что передохнуть охота на этом завершу второй заход науч машина наша сохраняем